Количество заболевших коронавирусом в регионе за минувшую неделю снизилось на 17%. Об этом говорили на областном оперштабе по предупреждению распространения COVID-19. Заболевших становится меньше во всех возрастных группах. Вместе с тем, наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в группах от 30 до 65 лет. Что касается профессиональных групп, сильно уменьшились показатели заболеваемости среди работников сферы общественного питания, образования, транспорта, торговли. Как и на прошлой неделе, наиболее высокий показатель в сфере услуг. Сохраняющиеся высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории области. Сохранить ранее введенные ограничительные мероприятия и продолжить контроль за их наказательным соблюдением. Хотелось бы напомнить о необходимости контроля за непроведением больших массовых мероприятий, танковых, дискотек, аналогичных мероприятий, где нет возможности проконтролировать масочный режим и социальное дистанцирование. А при всех проводимых небольших мероприятий обеспечить соблюдение масочного режима и социальное дистанцирование. Чтобы предотвратить проникновение вируса омикрона на территорию региона, в аэропорту Самара организуют выборочное тестирование на ковид тех, кто возвращается из-за границы. По эпидемиологическим показаниям будет организовано сплошное тестирование прибывающих из стран, где отмечено ухудшение ситуации. Граждане Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. По информации министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 10 218 человек с коронавирусом и 23 488 человек с пневмонией и ОРВИ. Снижение от пиковых значений составило почти 67% и 30% соответственно. В стационарах находится 2391 человек с подтвержденным COVID-19. Это на 58% меньше, чем было в пиковые дни. Между тем наблюдается снижение темпов вакцинации во всех муниципалитетах области. Чаще всего те, кто старше 65 лет, следуют советам молодых родственников и отказываются прививаться. Привлекать для борьбы с этим сарафанным радио, с некорректными советами, небезопасными, кстати говоря, для их же близких на самом деле, надо привлекать все-таки врачей. Я понимаю, что там колоссальная большая нагрузка, но в ваших районных средствах массовой информации должны буквально каждую неделю быть выступления врачей, не просто призывы привиться, а информация такая с фактами, с премьерами. Армен Бинян напомнил, что для удобства жителей в Самаре открыты дополнительные пункты массовой вакцинации, где можно привиться и от коронавируса, и от гриппа. В Самаре это колледж имени Ляпины и Самарская областная универсальная научная библиотека. Эти пункты будут работать каждый день без выходных, вплоть до Нового года. Во вторник, 14 декабря, в регион поступило еще 320 тысяч доз вакцины от гриппа. Их оперативно распределят по медицинским учреждениям. Новогодние утренники в детских садах родители смогут посетить в том случае, если мероприятия будут проходить в рамках одной группы, без перемешивания потоков. Кроме того, попасть в дошкольные или общеобразовательные учреждения можно будет только привитым гражданам с соблюдением всех санитарных норм. Виктория Шарая, События.